всем привет группа у нас сегодня темы как не накапливать травмы и сейчас такой практический урок что нужно делать если вы чувствуете что где-то у вас шея отдает или в любом составе что нужно делать но я повторюсь вы должны запускать кровоток снизу первый способ встаете на пол вот у вас голые ноги босиком и вы начинаете ходить прямо за счет это это сложно но попробуйте за счет за счет только движение стоп продвигаться на полу вперед переносить вес тела с одной ноги на другую как только вы привыкнете и поймете что мышцы вообще новые включаются вы начнете делать двумя ногами я пока не могу я делаю только поочередно стою на одну ногу продвигаясь на другую продвигаясь это очень-очень полезное упражнение которое собирает всю стопу 1 2 колючий коврик у меня вместо колючего коврика очень колючий песок точно так же встали несколько минут пока чистите зубы топчете прям встаете на одну ногу долго задерживайтесь на другую топчете до тех пор пока кровоток прям вот пока вам жарко не станет вашим теле контрастные все процедуры ледяная вода очень подойдет так чтобы поднимать кровоток опять снизу и вообще контрастная температура на стопу очень хороша плюс гель который снимает воспаление дала бена я это гель выбрала из всех вообще возможных вариантах работает лучше всего это очень четкие методы как только вы почувствовали усталость в ногах вот прям тяжело где-то в тело не работать не включается сразу делайте массаж стоп не надо накапливать травмы а травму будут по всему телу гулять если вы будете ну как практика такая каждый день заниматься своими стопами то по всему телу все вопросы будут уходить и вы будете чувствовать что проблемки то ушли казалось были вопросы с коленями были вопросы с тазобедренным суставом были вопросы шею с мигрени и постоянными начинаете делать носа штоп и все вопросы постепенно уходят я считаю что стопа это еще панацея от всех возможных вопросов которые связаны с опорно-двигательным аппаратом можно лечить последствия и колено обкалывается гиалуроновой кислотой это будет помогать конечно коллаген тоже колется прямо в коленную чашечку можно чинить суставы хирургическим способом если вы начнете включать вот свою тренировочную практику ежедневный массаж стоп вы будете очень хорошо развиваться без накопленных трав это любопытный момент как чистка зубов вот просто берете себе в ежедневный рацион работа со стопами главная задача неважно как вы будете делать запустить кровоток снизу вверх или контрастом или массажем или вручную проработкой всей стопы это очень важно и предугадывание травм как их не накапливать это вопрос только профилактики и вопрос включения рефлекторных движений все они стабильные поверхности будут включать наши рефлекторные движения и готовить наш организм к любой нестабильной ситуации побежали споткнулись упали встали ничего себе не подвернули можно так неаккуратно поставить ногу чтобы подвернуть голеностоп и вылететь вообще на месяц из тренировочной программы а можно даже споткнувшись очень технично поставить стопу и все и побежать дальше даже этого не заметить вы должны этим заниматься и включить прям в свою программу так же как растяжка также как разогрев перед тренировкой у вас должна работать стопа и право и лево найдите для себя удобный способ я для себя это опытный путь вылечены разные вопросы были и бурситы и стрессовые переломы на стопе каких только вопросов не было после шести марафонов всегда приходилось себя восстанавливать а после гонок с препятствием тем более когда ты бежишь не по ровному асфальту 42 километра 195 метров а ты бежишь по неровной поверхности и сугробы и лед и глина и камни и все это на очень быстром темпе и конечно стопы разбивается в первую очередь и все тело очень хорошо и плохо реагирует на нагрузку вот через такой десятилетний опыт я даю вам всего три совета которые снимут вообще все вопросы вы будете это делать плюс нестабильная поверхность мы постепенно будем знакомиться и с петлями trx и с фитболом кто с instagram страницы к нам пришел фитнес интенсив вы частенько видят что мы с такими девайсами и фитнес дивансами тренируемся и делаем это специально чтобы опять же предугадывать травмы и не лечить по факту а предотвращать вот такое вам задание пожалуйста найдите для себя самые короткие решения самые точные решения я знаю что вы уже начинаете уставать и чувствовать очень многие слабые вопросы слабые точки в вашем теле вот с ними нужно сейчас прям работать и исправлять все недостатки которые вы сейчас нашли обнаружили и то что вам мешает тренироваться более дискомфорт их нужно снимать прямо сейчас и с легкими такими подбитыми травмами можно тренироваться если знать что делать нестабильной поверхности и функциональная общая нагрузка плюс активного со штоп очень хорошо помогут вам включить саморегуляции понять что происходит в тело вот паша наташа